Привет, друзья! Ряд видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Если ты можешь свободно делать 15-20 повторений на брусьях, значит ты уже готов для более продвинутой техникой. Я хочу, чтобы поделиться своей техникой, которую я использую на брусьях регулярно. Мне она очень помогла спрогрессировать за последнее время, буквально за меньше чем полгода, да, за вот это время после карантина. И я хочу, чтобы поделиться этой техникой. Попробую ее, попробую разнообразить свои тренировочные дни, и добавить ее, поэкспериментируй, и о ней ты узнаешь в этом очень коротком видео. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, ну а мы продолжаем. Друзья, конечно, есть очень много разнообразных техник, как нужно отжиматься на брусьях. Очень много людей вам будет рассказывать, как это делать правильно или неправильно, да. Существуют разные техники и разные хваты, разные ширины хваты на брусьях. Это зависит от вашей конституции тела, но есть определенные моменты, которые все-таки могут вам помочь развить ваши грудные. Да, обычные, обычные отжимания на брусьях, они в принципе направлены больше на проработку низа ваших грудных. То есть они помогут вам как бы прочертить низ ваших грудных. Если, допустим, там слабо как-то прочерчено, то выделять вот эту нижнюю часть помогут как раз отжимания на брусьях. Отжимания на брусьях позволяют прорабатывать полностью грудные ваши. Я очень сильно вам рекомендую добавить в свою программу эти тренировки, добавить именно отжимания на брусьях. Возможно даже вывести в отдельный какой-то день, но обязательно использовать отжимания на брусьях. В отжиманиях на брусьях работает абсолютно вся грудная, но, конечно, акцент идет все-таки больше как-то на низ груди. Почему акцент идет на низ груди? Потому что определенный угол движения создает именно акцент на низ грудных Но работает вся грудная, как я вам сказал Я надеюсь, вы понимаете, что если вы на брусьях наклоняетесь вперед, то вы включаете свои грудные в работу Если же вы работаете прямо, то вы включаете больше трицепса Что я хочу вам предложить? Попробовать изменить свою технику Попробуйте наклониться максимально вперед, максимально вперед, насколько вы можете Таким образом вы немного сместите нагрузку как бы на середину грудных, да? Это акцент, скажем так Грудная будет работать полностью Для того, чтобы сделать эту технику работающей, попробуйте не просто наклониться вперед А еще подогнуть колени к своей груди, как можно ближе к груди И в такой вот довольно странной позиции, она может показаться смешной какой-то Но, ребята, не думайте о том, как вы выглядите Тем более, если вы тренируетесь где-то на улице Вам не должно беспокоить, как вы там выглядите, выполняя это упражнение Выглядеть и будет абсолютно нормально все Попробуйте в этой позиции Она поможет вам немного как будто бы еще сделать спину Как немножко скругленной То есть, но все же старайтесь держать свои лопатки сведенными сзади, за груди Насколько можете на спину держите лопатки сведенными Это поможет выключить по максимуму плечи из вашей работы И больше включить грудные Я знаю, что многие ребята, многие воркаутеры советуют наоборот разводить лопатки Тем самым как бы выворачиваясь, грабать и свою спину И как будто бы больше включать грудную Я не сторонник этой техники Просто физиология, биомеханика, анатомия мне подсказывают, что так делать не нужно Потому что когда лопатки сведены за спиной, действительно больше включается грудная И выключается по максимуму плечи Так как переработать плечи очень легко можно И можно травмировать свои плечи Поэтому я стараюсь свести лопатки Наклониться максимально вперед И в этой позиции я начинаю работать, так как я покажу вам в этом видео Конечно же, я стараюсь разводить локти в стороны То есть, не вдоль тела, а немного в стороны Примерно угол будет 45 градусов по отношению к вашему телу То есть, вы не разводите локти очень широко Вы их не разводите навстречу друг другу Так делать не надо, потому что ваши плечи станут тоже в опасную позицию Друзья, на брусьях очень много ребят попортило себе плечи Это реально опасное упражнение Попробуйте начинать обязательно с разогревания Разогрейте свои грудные, разогрейте плечи, разогрейте вверх тела хорошо Поджимайтесь просто от пола Потом переходите к брусьям со своим весом Подделайте со своим весом И потом уже начинайте использовать какие-то утяжеления Так как я, допустим, рюкзак с песком В этом видео здесь рюкзак на 20 килограмм вы увидите Или же, допустим, используя блины Вешать себе на пояс, что хотите Только хорошо, пожалуйста, разогрейтесь Друзья, я использую разнообразную технику Иногда я работаю в такой технике, как покажу вам в этом видео Иногда я работаю более-менее той техникой, к которой все привыкли И я хочу вам сказать, что, друзья, это очень хорошо работает Если вы смотрите мой канал, допустим, уже какое-то время Да, и видели, какая у меня была форма раньше То вот, когда я начал добавить в свои тренировки Вот такие вот отжимания на брусьях Вот такие непонятные отжимания Реально прошел сдвиг в моих грудных То есть у меня всегда очень плохо идут грудные У меня очень длинные руки У меня довольно узкий скелет Довольно узкие плечи И грудные не очень хорошо идут И это понятно, это биомеханика Всегда в жимах лежа у меня небольшие веса на штанге И потому что длинные руки Но вот именно на брусьях моя грудная включается отлично Когда я подбираю хват под свою ширину плечей То есть не сильно широко Чуть-чуть шире своих плечей Да, я выбираю хват для брусьев И это очень хорошо помогло мне сдвинуться с места Да, и я начинаю прогрессировать в этом упражнении Я только начинаю набирать обороты То есть я работаю довольно небольшим весом Это примерно 20 килограмм рюкзак Это считается небольшой вес Я никуда не спешу Постепенно добавляю вес Постепенно улучшая технику Я работаю и начинаю прогрессировать в этом упражнении все больше и больше Как я сказал, работайте в разных техниках Иногда делайте эту технику Иногда обычную Тогда вы будете как бы чередовать то на середину То на низ, да, грудные Делать акценты Потому что на брусьях как бы верх грудной не сильно хорошо прорабатывается Для этого лучше подходит все-таки жим Под углом примерно 30 градусов лежа Я делаю примерно 2-3 подхода до отказа То есть я делаю разогревающий подход обязательно 1-2 разогревающих и 2-3 подхода и делаю до отказа Вот так выглядит моя тренировка на брусьях Это обычный диапазон 8 повторений То есть 2-3 подхода по 8 повторений Если вы реально монстр и хотите еще больше усложнить это упражнение Если вы допустим уже опытный, да, и давно тренируетесь на улице Тренируетесь на брусьях То попробуйте еще больше сместить угол вперед То есть практически горизонтальную позицию выйти Если вам позволяет сила мышц вашего пресса, да, вашего кора, мышц кора То попробуйте еще больше наклониться вперед И сделать это упражнение еще сложнее Я только на пути к этому Но в перспективе я хочу выйти на то, что у меня будет практически полностью горизонтальное тело Практически параллельно корпус тела к брусьям Это будет наиболее продвинутая техника И я сам пока так не могу делать Но вы можете попробовать так сделать Выполняйте это упражнение максимально медленно, как только можете Потому что вам нужно постараться все-таки почувствовать свои грудные И сконцентрироваться, сфокусироваться Две фазы вниз и вверх одинаково делаются довольно медленно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я поделился с вами своей техникой отжимания на брусьях Она может показаться какой-то странной Но попробуйте Не делайте сразу каких-то выводов Просто посмотрев на это упражнение Попробуйте, проверьте его на себе Протренируйтесь так хотя бы несколько недель Посмотрите, как вы прочувствуете это упражнение Я надеюсь, вам понравилась эта новая техника Все, друзья, увидимся в новом видео Пока Продолжение следует...